Вот эти причины привели к тому, что во второй половине девятнадцатого века, независимо друг от друга, почти в одно и то же время возникают три больших очага евангельского пробуждения. Первый очаг – это Кавказ, можно себе так и записать евангельское пробуждение на Кавказе. Тифлис был центром, в широком смысле не только Тифлис, а вообще за Кавказе – евангельское пробуждение на Кавказе. Кавказ тогда был тоже частью Российской империи, окраина Российской империи. Это была Россия в широком смысле. Вторая половина, вторая половина девятнадцатого века. На Кавказе к этому времени оказалось очень много молокан, молокан-переселенцев. Почему такое скопление образовалось, скопление молокан на Кавказе? По трем причинам. Три мотивы существовали для вот такой миграции массовой молоканского населения. Первый мотив – молокан ссылали на Кавказ административным порядком, как инакомыслящих, как инаковерующих. По приговору судов. Целую семью могли таким образом приговорить к насильственному выселению на крае Российской империи за исповедание веры. Вторая причина была – молокане добровольно переселялись на Кавказ. Ну, это нельзя назвать в строгом смысле добровольно, а это было добровольно-принудительное переселение. Сейчас мы поясним, как это было в реальной жизни. Добровольно-принудительное. Потому что где-то вот в какой-то местности живут молокане. Свободно исповедовать веру им запрещают. Постоянная слежка, контроль полицейский, доносы, доносы священников. Полиция следит за семьями молоканскими. Молокане вынуждены в таких обстоятельствах быть в конспиративных условиях, в условиях конспирации. Их не было бы скрывать свою веру, скрывать свои взгляды, свои убеждения. Некоторые из них, так же как и духоборы, вынуждены были посещать православные службы для вида, для отвод глаз, как говорится. А на самом деле они понимали, что в православии много не библейского, много монастного. Мы с этим не согласны. Мы не признаем это. Но вынуждены ходить, чтобы не быть такими изгоями полными. Состояние это было не совсем нормальное для самих молокан. Они чувствовали такое положение не совсем естественным. Они писали письма в адрес правительства. Мне такие письма в архивах попадались. В молокане пишут письмо. Одна семья или несколько семей объединялись и коллективное письмо министру внутренних дел. Министр внутренних дел увидел данными вопросами. Пишут такое прошение. Просим разрешить нам открыто исповедовать нашу веру. У министра внутренних дел просят такого позволения. Дать разрешение на открытое исповедание веры. Министр получает такое заявление. Пишет письмо губернатору местному. А ну-ка проведите исследование, расследование по этому письму. И пришлите мне ваше заключение. Губернатор дает указания там приставам, полицейским чинам, чтобы они узнали, как эти люди стали молоканами. Они наследственные молокане. Или они перешли из православия. Все вот это нужно было исследовать. Сведения собирались к губернатору. Губернатор там прочитывал и писал свое заключение. Не рекомендую там им дать разрешение на открытое исповедание. Потому как вот они, мол, были в православии, потом перешли. И если дать им разрешение, тогда и другие будут следовать их примеру. Тогда много людей перейдут из православия. Нельзя им давать. Министр получает заключение губернатора. И пишет свою там резолюцию, опять отправляет ее на места. Не разрешать. Оставить заявление, оставить прошение без последствий. Не дозволять им открыто исповедовать веру. Ну и когда молокане получали такие ответы на свои просьбы. Они следующее прошение писали. Если вы нам не разрешаете исповедовать веру открыто, то мы тогда просим дать нам разрешение на переселение в другие районы, где много молокан. И где меньше стеснений. Где меньше ограничений. Где вот молокане имеют больше возможностей для исповедания. А просто так нельзя. Это было связано с тем, что крестьянам, когда было еще крепостное право, да и после, по-моему, паспорта не выдавали. Да, были без паспортов. Не паспортизированная местность, как говорится. А для того, чтобы переместиться в другой город, в другой регион, обязательно должен быть паспорт. В таких случаях надо было получить паспорт. В специальных там органах власти. А паспорт это просто можно, чтобы заехать? Списали разрешение на переезд на полчаса? Ну иногда да. Иногда был такой вариант. Вот просто так собраться и переехать невозможно было. Опять нужно было пройти все эти инстанции бюрократические. Вот на второе прошение иногда поступал положительный ответ. Хорошо, мол, переселяйтесь куда-нибудь там к мусульманам, подальше или на север, или на юг. Вот это был второй мотив такой добровольно-принудительный, вынужденный. Когда малакане вынуждены были удалиться в те места, где бы власть на них не давила слишком сильно. Условия жизни были тяжелые, но зато была возможность более свободно выражать свою веру. Они уезжали на как-то. Значит, был еще третий мотив переселения. Это уже чисто добровольный. Добровольный, духовный мотив. В малаканских общинах стали появляться такие проповедники, пророки, которые учили, что для того, чтобы быть ближе к Богу, для того, чтобы иметь больше шансов на спасение, на встречу со Христом, надо быть ближе к горе Арарат. Кто будет ближе к горе Арарат, у того якобы будет больше шансов на спасение, на встречу с Богом в момент Его Второго пришествия. Литература ходила, вот, с соответствующими взглядами. Были такие брошюры, книги. Эти книги, между прочим, писали даже и богословы довольно-таки грамотные, но не наши отечественные, а немецкие. Где вот эта мысль выражалась? Ну а простые малаканские проповедники так этот призыв свой аргументировали. Они ссылались на книгу пророка Захарии и провозглашали такую фразу «Эй, бегите из страны Северной». Потому что они понимали, что в северных и центральных регионах надо перемещаться на юг, чтобы быть ближе к Богу. Вот таким образом возникло такое массовое переселение малаканского населения с центральных регионов на Кавказ. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Среди малакан после того, как стала выходить Библия на русском языке, возникли брожения. Малакане стали больше вникать в Слово Божие, размышлять. В процессе такого внимательного чтения Священного Писания какая-то часть малакан самостоятельно пришла к мысли о том, что необходимо совершать водное крещение и хлебоприломление. Но дошли они постепенно на основе изучения Священного Писания. Традиционное малаканство ведь отрицает, как мы с вами говорили, и водное крещение, и причастие. А тут вдруг среди малакана вот такие появились новаторы. Они стали проповедовать, учить и даже посылать миссионеров в другие общины, в другие города. Вот с такой проповедью, что мы не все выполняем, не все то, что предписывает нам Евангелие мы выполняем. Мы должны еще и в крещении совершать водное и хлебоприломлением. Таких малакан стали называть водными, водные малакане или малакане-водники. Водники. Не подводники, а водники. Иногда новомолакане. Слитно так писалось это слово. Водные малакане, водники или новые, новомолакане. В появлении водных малакана большое содействие, большую лепту внес книгоноши Деляков, о котором мы с вами говорили. Он на юг, на Кавказ часто приезжал, беседовал, проповедовал в малаканских собраниях. Такие же вот взгляды он высказывал, и малакане уже были готовы к принятию таких взглядов. Малакан-водников появилось много на Кавказе, в Поволжье, в село Пришиб. Это где-то неподалеку от Волгограда, Волгоградской области, на побережье Волги. Вот там были целые такие миссионерские центры малаканы-водников. Откуда посылались проповедники, миссионеры с такой вот вестью. В Тифлисе водным малаканином стал малаканский пресвитер Никита Воронин. Он часто беседовал с Деляковым по вопросам правильного исповедания и еще более утвердился вот в этой мысли, что надо крещение совершать, хлебопреломление. Он стал спрашивать у Делякова, а как бы вот мне это крещение принять? Кто бы мне мог преподать крещение? А Деляков сказал, а вот у вас в Тифлисе живет Мартин Кальвейт. Мартин Кальвейт – баптист, прибалтийский немец, немец из Прибалтики. Он жил в Тифлисе, семья у него была, все верующие баптисты, родственники и еще кто-то. Небольшая такая группа баптистская. Кальвейт – пресвитер, видимо, был в этой общине. Воронин идет к Кальвейту, знакомится, говорит о своих взглядах, о своем желании. Кальвейт соглашается совершить крещение надо Воронина. И вот 20 августа в реке Куре, река Кура через Тбилиси протекает, что был крещен Никита Воронин. Да, вот он есть здесь, Никита наш Воронин. И вот этот момент крещения Воронина считается официальной точкой отчета для начала баптистского движения в России. Ныне, как мы с вами понимаем, 140 лет исполняется, год юбилейный. Он был первый из русских, который принял баптистское вероисповедение. Первое крещенное по Ве-ре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова